Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Весны пока как-то не видать. Сегодня вроде отопление должны отключить. Александр Георгиевич, а есть такое право у человека на хорошую погоду вообще? Ну, вопрос риторический. Конечно, мы живем для того, чтобы и самим делать погоду и в своем доме, и в своем обществе лучше. Я думаю, если у нас отношения между людьми будут хорошими, то и вот эти все вопросы, которые связаны чисто с объективными и с внешними причинами, они будут как-то нивелироваться. Легче переживаться просто. Есть у полномоченного по правам человека такое дело, большое ежегодное составление доклада по итогам работы за последний год. И на самом деле вы доклад уже представили, в том числе и главе региона, и областному парламенту, и городской думе. И сегодня мы как раз хотим поговорить в целом по ситуации, в том числе в ушедшем году. В этом году, кстати, как вот уже в наступившем, в 17-м, ситуация с обращениями к вам. Она держится на прежнем уровне? Да. Или пока рано еще подводить итоги? Ну, итоги-то мы подводить будем, вот если по закону, то мы подводим итоги в конце каждого календарного года. Но анализируем ситуацию по тем обращениям, которые есть, и по той ситуации, которая возникает с реализацией защиты прав человека, мы постоянно в работе находимся. Вот то, что касается, вот Владимир, о чем вы говорили, то действительно ежегодный доклад о правозащитной ситуации в области был подготовлен мной в начале текущего года и уже представлен и депутатом законодательного собрания, и с главой нашего региона, с Игорем Васильевым, у нас состоялась встреча и обсуждение тех основных проблем, которые существуют. И на различных других площадках, в том числе и с общественностью, и с представителями научного сообщества тоже это все проведено. Ну давайте как раз сейчас отдельно по блокам поговорим, что вызывает большее ваше внимание, как уполномоченного. Собственно, в чем неустроенность жителей региона видят чаще всего? Ну, в начале нашей встречи также хотел бы сказать, что институт уполномоченного у нас уже с 2009 года, это уже седьмой ежегодный доклад, поэтому наше население знает о том, что существует такая должность, как уполномоченный по правам человека, который дополняет уже существующие средства государственной защиты, прав, свобод и законных интересов, и обеспечивает дополнительные государственные гарантии защиты этих самых прав. И поэтому, если говорить, ну, любой отчет все равно, хочешь ты этого или не хочешь, начинается со статистики. Но статистика такова, что количество обращений граждан, количество обращений граждан находится примерно на одном уровне. Ну, если говорить, то... В сравнении с другими, с предыдущими годами, да? С предыдущими, да. Ну, незначительное увеличение произошло в этом году. Более 1700 обращений было зарегистрировано у меня в аппарате, но я, как уже тоже везде говорю, что это не есть основная наша работа считать, сколько человек к нам обратилось. Мы все-таки идем, конечно, в первую очередь от той ситуации, которая складывается, от обращений как бы от частного к общему, и вот обобщаем именно ситуацию с правами человека для того, чтобы уже сделать свою оценку и выйти на соответствующие структуры должностных лиц и организаций, которые вот призваны и обязаны обеспечивать нормальное, как вот вы говорите, существование нашего населения. Ну, давайте по структуре-то пройдемся. Ну, если проходиться по структуре доклада, то этот доклад начинался у меня с обеспечения избирательных прав граждан, поскольку прошедший год был знаковым и в России, и в нашей области избирались законодательные органы трех уровней. Это и местные главы, думы, депутаты нашего законодательного собрания и депутаты Государственной думы. Поэтому было обращено очень серьезное внимание, как на федеральном уровне, тоже мы обсуждали общие республиканские проблемы еще на то время с Элой Александровой Панфиловой, которая была уполномочена по правам человека и плавно перешла в Центральную избирательную комиссию. Как раз по этой теме получился такой переход. Да, как раз по этой теме. И здесь мы сотрудничали очень плотно с нашей избирательной комиссией. Было заключено соглашение, которое позволило нам более четко и более тщательно отслеживать ту ситуацию, которая складывалась по обеспечению избирательных прав. Ну, в первую очередь это касалось, конечно, активного избирательного права. Мы постарались обхватить в первую очередь те категории населения, у которых объективно затруднена реализация. Активное избирательное право это право на то, чтобы быть избранным? Нет, право голосовать. А право голосовать активное? А пассивное это вот именно я хочу, чтобы меня избрали. И уже от тебя ничего не зависит. Я тоже как-то думал наоборот. Да нет, активное избирательное право это как раз, которым мы обладаем все. Пассивным избирательным правом мы тоже обладаем, но мы должны заявиться в качестве депутата, в качестве кандидата в одно. И вот уже от нас как бы ничего не зависит. Поэтому в первую очередь это активные граждане, которые хотят, могут и, в принципе, и должны реализовать свой гражданский долг для того, чтобы определить перспективу развития нашего общества на дальнейший определенный период, 5, например, лет. И тут какие-то проблемы были замечены? Здесь были определенные проблемы. Они всегда возникают, эти проблемы. Но они были связаны с чисто техническим характером, поскольку те жалобы, которые поступали и в избирательную комиссию, и в прокуратуру, и ко мне как уполномоченному, они не повлияли на результат выборов. Не повлияли на результат выборов. Вопросы касались и в основном разъяснения прав, и жалобы касались именно проведения агитационных мероприятий, которые были связаны с агитацией. Но это больше, я как и уже говорю, это связано именно с пассивным избирательным правом, и соответствующие меры принимались и прокуратурой, и судами, и избирательной комиссией. Поэтому вы сами тоже были свидетелем, что все вопросы и все проблемы, которые были связаны, они были разрешены. То, что касается законодательного, вот мы тоже проверили ту существующую базу, и вот то, что касается непосредственно реализации избирательного права, то вот прокуратурой был несен протест, который был удовлетворен, и теперь по нашему избирательному праву до этого, до прошлого года, у нас не могли выразить свою волю, то есть активное избирательное право, люди, у которых двойное гражданство. Вот прокуратура внесла протест, и теперь люди могут с двойным гражданством, которые имеют вид на жительство тоже в другой стране, но и одновременно являются гражданами России, имеют право голосовать. Голосовать на выборах разных уровней, соответственно. Да, 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 то есть вот это вот нарушение определенное было также устранено. Это в том году? Ну это да, в том году. В этом году тоже я хочу сказать, что этот год у нас тоже непростой, тоже определенный, тоже выборный. И поэтому мы так же, ну мы живем как бы, да, перманентно в выборной. Нет, ну потом пауза будет после 17 лет. Но то, что касается непосредственно нашей области, все-таки два знаковых события в избирательной кампании, это выборы губернатора и выборы депутатов нашей городской думы. Вот тоже мы эту ситуацию держим на контроле. То есть уже, да, уже работает что-то? Конечно, конечно, обязательно, да. Уже мы смотрим на какие-то, пока еще не было никаких ни жалоб, ни обращений, потому что старт официальной избирательной кампании дан не был. Но он не за горами уже вот-вот. Но тем не менее, да, уже есть определенные вопросы. С 90 дней у нас сколько считается? Ну да, вот буквально в июне месяце, в начале июня у нас будут законодатели и на городском уровне, и на образном будут давать старт избирательной кампании. То есть сейчас мы еще и даем совет слушателям. То есть если вы считаете, что нарушается что-то в данной сфере, то уполномоченный по защите права. Конечно, можно обратиться в тот орган, куда нужно и можно обращаться. Кстати, между прочим, то же самое, когда начинаются иногда люди, начинают заранее агитировать, когда еще компания-то не началась. Это и тоже нарушение? Ну да, но естественно это нарушение. Есть определенные субъекты, которые компетентны в том или ином контексте подправить это. И что я хотел еще заострить внимание, то что раньше мной не отмечалось, вот я третий год на этой должности, до этого не было особых жалоб. Вот в прошлом году появились жалобы по поводу определенных трений и непониманий все-таки места и время проведения митингов. Это вот так называемый запрет на проведение митингов. Тоже вот эти вот запросы были. Постановление администрации, да? Да, да. Ну это было как бы как в 2015 году были приняты нашим законодательным собранием и городской думы определенные нормативные положения, которые устанавливали некоторые ограничения при проведении публичных мероприятий, в том числе митингов, демонстраций. Это зависело все от нахождения объектов образования, здравоохранения, культуры и прочее. Да, вот здесь были вопросы, я высказывал. Конкретные обращения были, да, по этому поводу? Да, 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 были конкретные обращения. Вот мы высказывали. В первую очередь это касалось проведения массовых мероприятий на нашей театральной площади. У нас есть тоже определенные моменты, потому что, конечно, люди не понимают, почему можно проводить одни мероприятия, да, можно другие проводить. Ну вот у меня были рабочие встречи и куларные как бы разговоры, и в том числе такие, в принципе, предложения и к правительству, и к депутатам. Вообще рассмотреть вопрос, чтобы не было вообще у нас таких ситуаций, законодательно определить вообще статус нашей главной площади, да, чтобы ни у кого не возникало сомнений. И там уже четко прописать, какие вот общегосударственные, вообще региональные мероприятия можно проводить, чтобы... То есть либо вообще ничего не проводим, либо... Нет, ну вообще государственные... Либо всем разрешаем. По аналогии с Красной площадью, там же тоже есть определенный статус, то есть в законодательном порядке, чтобы уже не было никаких двояких толкований. Эту инициативу вы кому озвучивали? Мы, в принципе, об этом говорили и с Игорем Владимировичем, и с депутатами областного законодательного собрания, и с депутатами Гордумы. По этим разговорам какое-то движение-то происходит? Что-то готовится? Будем думать, пока у меня как бы все это было озвучено на уровне разговоров, потому что официального моего запроса нет, потому что по закону я не могу рассматривать жалобы на законодательные акты. Но, тем не менее, право на реализацию избирательных прав, конечно, мы это дело оцениваем. Это чьи вообще, в чьих полномочиях, собственно, статус-то определить театральные площади? Это кто? Город, Дума, городская администрация, ЗАГС Собрания, кто? Вот в том-то и дело, здесь вот надо посмотреть. Непонятно, кто. Ну, в принципе-то, конечно, это в первую очередь город, да? Но, тем не менее, поскольку здесь проходят и общегородские, и общееобластные, и федеральные мероприятия, то здесь надо, видимо, распределить какую-то ответственность. И я об этом и говорю, придать какой-то особый статус, вот что там проводить. Но вы еще будете возвращаться к этому вопросу в ближайшее время, да? Я так думаю, что да, потому что, в принципе-то, ну, вот с руководством области, они не отодвинули эту инициативу, не сказали, что есть, в принципе, какое-то разумное зерно для того, чтобы продумать этот вопрос. Киров же официально имеет статус еще и столицы Кировской области, то есть областная власть в любом случае должна быть причастна. Должно быть какое-то взаимодействие, да. Александр Панов, уполномоченный по правам человеков в нашем регионе, у нас в студии. Мы с ним беседуем, прервем сейчас на полминутки и продолжим. В чем истина? В вине? В тоске? В прокрастинации? Как часто мы оказываемся в тупике, уткнувшись носом в гору собственных неразрешимых вопросов и несбывшихся надежд? Нет, не себя вините. В понедельник в 22.10 и в субботу после 23 часов слушайте программу «Практическая психология» и получайте заряд бодрости и надежды. Надежда Бушмельева, семейный психолог, рассказывает о способах выхода из тупика. «Практическая психология» в понедельник в 22.10 и в субботу после 23 часов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Давайте переходим к следующим сферам, которые находятся под особым контролем. Да, я хочу сказать, что традиционно это, конечно, соблюдение жилищных прав. Жилищных прав, оно всегда, традиционно, везде, не только в нашей области, но вообще в России, оно очень серьезное внимание и серьезные претензии вызывает нашего тоже населения. Но если, опять же, возвращаться к статистике, то это самый большой блок обращений, который... То есть чаще всего жалуются на нарушение жилищных прав. Более 1700-440 обращений было как раз связано с предоставлением жилья, с капитальным ремонтом, с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Переселение. Ветхое и пообманутые дольщики, скорее всего, да? Тема-то остается. И обманутые дольщики тоже вот как раз это... Ну, то, что, если так вот тоже пробежаться, какие вот именно вопросы волновали вот в этом блоке, это, конечно, в первую очередь исполнение решений судов. Вот проблема исполнения решений судов, она была в том числе и темой обсуждения на Всероссийском, с Координационным Совете Уполномоченных, с приглашением соответствующих служб. В первую очередь, конечно, это главный судебный пристав там тоже участвовал, вот представители судов были. Вот это, конечно, вот серьезная проблема, поскольку у нас исполняется только каждое третье решение суда по предоставлению жилья. То есть в жилищной сфере два из трех решений судов, они исполнены остаются. Да, примерно так, да. И это связано, конечно, в первую очередь, и все мы это знаем, с низкими финансовыми возможностями наших муниципалитетов. Потому что вот тоже исследуют и ситуацию. У нас в бюджете муниципальных образований, потому что это обязанность, конечно, муниципалов в первую очередь, предусмотрены в бюджете только города Кирова. Во всех остальных муниципалитетах они не предусматриваются и по остаточному принципу. Либо выморочные квартиры, в которых и заезжать-то может быть, и тоже не совсем-то стоит. То есть шило на мыло примерно менять. То есть качество жилья, оно вот такого плана. Но муниципалитеты несут, кстати, за эту ответственность? Она предусмотрена? Так в том-то и дело. Здесь еще и надо посмотреть ответственность. Когда мы вот непосредственно смотрели, рассматривали жалобы. Вот, например, взять тот же Оречевский район, который наиболее приближен к Кирову. И там тоже достаточно большое количество судебных решений по предоставлению жилья не исполнено. Вот по объективным причинам они не могут предоставить жилье. В то же время ответственность у них очень серьезная. И вот они за прошедший год понесли материальную ответственность в размере 10 практически миллионов. Хотя на эту сумму же... Это огромная сумма для районной власти. Вы вынуждены заплатить. Около 5 квартир можно было купить, если не больше. То есть вот здесь пропорциональность ответственности... 10 миллионов, 5 квартир? Нет. Я думаю, что больше. В Оречевском районе же наверняка больше. Да, да. Даже больше. Там около 10 миллионов. Около 10 миллионов. Вот эти вопросы мы тоже доводили до сведения. В том числе и федерального руководства. Но вот эта ответственность налагается на муниципалитет как на юридическое лицо, да? Да, да. И то есть на вот эти штрафы какие-то деньги находятся? А вот на эти штрафы... Вот это очень интересная, конечно, ситуация. Да, тут получается ситуация именно вот такая, что... Ну, как бы мы уже и говорим, что государство само себя наказывает. Само себя наказывает. Да, да. Из того, что на эти деньги бы можно было сделать. В принципе, определенные... И здесь еще есть, вот когда мы разбирались с вот этой проблемой, мы еще вышли на проблему, в принципе-то, и справедливости определенной. Потому что если есть граждане, которые стоят в очереди раньше, да, но у них нет судебного решения, то есть они полностью надеются на исполнение своих обязанностей должностными лицами. А люди, которые встали на очередь позже, но у них есть судебное решение, они могут получить, да. И поэтому тут вот такая вот ситуация. Либо тогда все через суд решать хотят. Тоже как-то странно было бы, да. Поэтому вот этот момент мы тоже, в принципе-то, обговариваем. А есть ли вот среди этих людей, у которых проблемы с жильем, выпускники тех же детдомов? У них как с предоставлением? Значит, вот по сиротам, да, по сиротам, там другая программа, здесь федеральное финансирование идет. Вот детям-сиротам, вот выпускников детских домов предоставляется жилье за счет федерального средства. За счет федеральных средств. Тут все в порядке. Вот. Ну, в принципе, деньги выделяются, очереди у нас тоже есть. Но у нас выходит сейчас на первый план это качество все-таки тех домов, которые строят для... В том-то и дело, что если бы дать муниципалитетам возможность строить и ответственность за проведение именно всех работ, то они не строят, они закупают. И они тоже определенном образе, как бы, заложники ситуации того же 44-го закона, что предлагается. Вот. И конкретно, в общем-то, то техническое задание, оно не может быть прописано под определенную конкретную квартиру, потому что вопросы у вас сразу появляются. И, а там, когда прошли все эти торги, то они обязаны закупить и предоставить. А то, что получается, мы, в принципе, видим. Я посещал, вот, буквально на прошлой неделе, был в Юрианском районе, смотрел те дома, которые были построены еще в 2015 году. Был в Верхошиженском районе, да, тоже посещал. Конечно, эти дома для того, чтобы там жить, необходимо еще улучшать. Ну, сейчас люди-то там живут? Еще тоже одна проблема, что, ну, я, как бы, сейчас точно ее не владею, но примерно 50% сирот, которым предоставлены квартиры, в них не проживают. Это тоже проблема. Они не проживают, потому что там жить трудно, или потому что они просто кому-то сдают свое жилье? Нет, они и не сдают, и не сдают, и не проживают. В основном они, значит, особенно это касается отдаленных, где вот в прошлом году я тоже посещал Апарина, там, вот там точно, по-моему, из восьми в четырех проживает, в четырех нет. Но это дома, которые с печным отоплением, у которых есть соседи, соседи живут. Вот они тоже определенные, испытывают неудобства от того, что не топят их соседнюю квартиру. Ну да, 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 за свой счет ты топишь соседнюю квартиру. Да, и вот, когда начинаешь разбираться, что наши вот выпускники, те, кто, ну, обеспечены квартирами, они работают либо у нас где-то в области, либо за пределами области. Вот, но вот определенная ответственность, то есть выселить мы их не можем, вот, а определенной ответственности, вот, чтобы они задержали, тоже нет. И вот мы здесь тоже говорим о том, что поскольку это жилье-то за муниципалами, чтобы они тоже определенную ответственность несли, собственник несет ответственность. Но после того, как вручают ключи, то есть администрация уже не может зайти в это помещение. То есть здесь тоже есть определенная проблема. И вот такой общий срок, это 5 лет он должен находиться в муниципальной собственности, а потом и получает выпускник право, ну, сирота права приватизации. И тогда он уже распоряжается этой квартирой по-своему. — Примерно, вот смотрите, я думаю, вопрос такой еще. Если предоставляют жилье в каком-то населенном пункте, где просто работы нет, перспективы нет, естественно, человек должен ехать куда-то работать. — Если нет пресловутой инфраструктуры. — Да-да-да, то есть, наверное, может быть, стоит и квартиры-то закупать там, где есть хотя бы перспектива от этого устройства. — В том-то и дело, что квартиры-то закупаются по желанию именно выпускников. — Дождите, а если, кажется, такое правило, что откуда, собственно, ребенок прибыл, там и он должен получать жилье? — Нет, нет, нет. Поэтому и проблема-то у нас, что у нас вот жилье строится, и проблемы в тех районах, которые приближены к Кирову. Кирову-Чепеску, это вот Верхошижемье, Ирья, это и Орюще, потому что я вот тоже на прошлой, позапрошлой неделе посещал Унинский район и Унинский район, и там рядом Богородский район. Там, в принципе, проблем особых нет, все обеспечены, все там проживают. — У нас сейчас небольшая рекламная пауза будет традиционной, все где не часа, мы скоро вернемся. — Эй, 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 куда? — Реклама. — И ПООО или ООО, делаем печати для всех и всего. В самом центре города быстро и недорого печатает «Фастпринт». «Фастпринт» на «Ленина-102А». Строительная компания «Стен» объявляет старт продаж на Полевой-12. Дом из кирпича, квартиры удобной планировки от 970 тысяч рублей. «Стен», строим для вас. Звоните. В понедельник после 13 часов слушайте интервью Николая Барсукова, кандидата в губернаторы Кировской области от партии «Коммунисты России». Вопросы можно задать на сайте эхокирова.ру. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. 31 мая. Закрытие театрального сезона музыкальным спектаклем «Дядюшкин сон» в Кировском драматическом театре. Телефон кассы 64-3252. 6+. Телефон рекламной службы 410-424. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Гость мужского понедельника, напомню, Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Вот ему такая раз затронули огромный пласт проблем, связанных с жильем. С жилищным законодательством. Видимо, нужно еще продолжить, потому что большое количество людей, собственно, претендует на служебное жилье. И здесь тоже есть нюансы своей сложности. Я говорю, что вот эти вопросы, они очень серьезны, потому что дом, английская поговорка, это наша крепость. Дом – это очаг, это там, где формируется вообще все отношение к внешнему миру. Потому что есть человек, куда прийти, есть с кем пообщаться. Если есть у тебя дом, это же не стены, не только окно, это определенный микроклимат. Ну, а в жилищные, вот то, что мы говорили по расселению и аварийного жилья, и по предоставлению, например... Мы не затронули, кстати, тему расселения аварийного жилья, потому что в этом году у нас заканчивается программа. 1 сентября у нас будет прекращена, хотя даже те... Программа областная, она еще? Нет, это федеральная программа, она 1 сентября заканчивает свое действие. И даже те дома, которые до 1 января 2012 года были включены в нее, у нас не все расселены. Вот на 1 января только практически чуть более 60% было расселено. Но я так думаю, что есть определенные надежды, и мы тоже этот вопрос будем контролировать, что хотя бы те жители, которые попали в эту программу, получат настоящее жилье. Ну и уже на всех уровнях мы этот вопрос поднимали с 2015 года, понимая, что с окончанием программы аварийного жилья... Она не исчезнет, она никуда не исчезнет. Она не исчезнет и станет меньше. И поэтому и на федеральном уровне, и на областном все это понятно. И сейчас вот конкретной программы нет, но по крайней мере даже вот из уст руководителя нашего государства, из уст председателя правительства тоже прозвучало, что в том или ином виде проблема расселения будет продолжена. Какие, вернее, еще меры можно принять для того, чтобы решить эту проблему? У нас очень хорошие и положительные результаты приносила программа служебное жилье. Она не только предоставляла жилье, она и закрепляла специалистов в области образования, здравоохранения, культуры в районах, в районах области. Было построено это жилье практически во всех. В 41 районе оно было построено на очень приличную... В 41, наверное, на территорием пункте? Нет, в 41 районе, на территории 41 района было. Просто у нас 39. Вот. Ну, плюс еще 5 районов в городе. В городе. А, у нас в городе районы есть. И у нас же еще есть отдельные города, муниципальные образования. 45 у нас, если так вот. Если городе, муниципальные образования, то есть там же есть зато первомайский. Отдельные города, то есть город Котельнич, город Слободской, они же не входят в районы. Вот и, но в прошлом году была построена всего одна квартира. Я об этом говорил тоже исполняющим обязанности губернатора и докладывал депутатам на пленарном заседании о том, чтобы эта программа, конечно, продолжить. Потому что спрос на нее есть и результаты тоже положительные. Потому что удалось вот за то время, она практически в течение пяти более лет существовала, закрепить специалистов в районах области. Это ведь очень важно. Потому что во всех этих отраслях ведь кадры вопроса номер один везде. Еще есть такой вот, когда мы эту ситуацию тоже анализировали, есть у нас еще закон со второй области, который предусматривает создание наемных домов. Это вот наемные дома. У нас очень хорошая законодательная база. Но пока нет подзаконных актов, которые бы помогли вот именно сделать, ну, реализовать эту программу. То есть арендуется часть дома или целый дом, и он как раз таки специалистом предоставляется. На правах коммерческой аренды тоже он и этот, как бы, метод. Ну, как раньше называлось, доходные дома, раньше называлось. Человек строит дом, сдает ему просто аренды. Да, используются эти меры, используются в других районах. Я об этом, как бы, тоже говорил. И они, поскольку вот у нас есть, ну, несколько возможностей приобретения жилья. Это либо ты сам покупаешь, да, либо получаешь служебное жилье, либо по решению суда. Все, практически больше нет. Ну, а люди, чтобы купить, не все могут сразу вложить. И поэтому есть у нас рынок, в том числе съемы. И поэтому... Причем довольно-таки распространенный рынок там судя. Да, и вот если будут наемные дома, то и можно заинтересовать и каких-то инвесторов, и на основании государственного частного партнерства тоже эти вопросы тоже... Ну, и заодно, как бы, и легализовать этот рынок, потому что большей частью он такой ведь... Да. Ну, непонятно, непонятно какой, да. Без заключения договоров. Также проблема... Даже с договорами все равно, что ничего. Если пробежаться, о чем мы вот тоже говорили в перерыве, на рекламу, так же продолжает оставаться актуальна проблема и обманутых дольщиков. Да, потому что все равно дома строятся, есть недобросовестные застройщики, которые в силу различных причин и объективных, и субъективных не могут исполнить свои обязанности. Но этому очень серьезное внимание уделяется принято вот буквально в прошлом году закон об обманутых дольщиков. Есть конкретный реестр, есть очень серьезные меры, которые предпринят и правоохранительные органы, и прокуратура, и наше правительство для того, чтобы заставить застройщиков все-таки исполнить свои обязательства и как-то гарантировать соблюдение прав тех людей, которые последние практически деньги принесли для того, чтобы получить это жилье. Александр Георгиевич, ну смотрите, вот реестр есть, реестр же включают уже, условно говоря, по факту, да? Да, естественно. Когда уже все решения приняты, дом уже ясно, что не будет сдан, там сколько, по-моему, 140 с чем-то человек до реестр? Вот 146, что говорится, да? Да, да, да. Но ведь уже как бы превентивно же можно предполагать, что где-то эта ситуация уже возникает. На опережение, конечно, необходимо работать на опережение, и вот, естественно, мы используем те возможности, которые есть у полномоченного. То есть люди же уже тоже понимают, что у них должен быть год назад дом сдан, он не сдан, наверняка уже жалуются, бьют тревогу. Да. Ну и я так смотрю все-таки, как дела обстоят и у наших соседей. В принципе, те меры, которые принимает власть по обеспечению прав обманутых дольщиков, они у нас, в принципе, адекватные. Адекватные меры и, ну, будем надеяться, что и в дальнейшем и правительство, и соответствующие органы тоже будут уделять это внимание, не допуская злоупотребления правом со стороны застройщиков. Здесь идут все меры, и меры прокурорского реагирования, и возбуждение уголовных дел, и материальная какая-то ответственность. — Остается немного времени до конца, до первой половины мужского понедельника. Тема здравоохранения все-таки тоже хотелось коснуться. Тоже одна из вас основных, да, сфер, собственно, деятельности. — Да, ну, конечно. — Непосредственно. Непосредственно тема медицины, она связана с самым основным правом. Это право человека на жизнь, право человека на здоровье. Вот, ну, я уже отмечал, и тоже вот здесь вам хочу отметить, что у нас сложились достаточно конструктивные взаимоотношения непосредственно с теми министерствами, которые занимаются этими вопросами. Это, в первую очередь, конечно, Министерство здравоохранения и Министерство социального развития. И вот тоже анализирую, хочу вот все время уходить от слов «мониторить». Вот мы отслеживаем, конечно, ситуацию. Я бываю при посещении районов в обязательном порядке посещаю и бываю в центральных районных больницах, в поликлиниках, в фельдшерско-акушерских пунктах. Тоже хочу сказать, что все-таки вот мы, наверное, тоже пришли уже к пониманию того, что вот с оптимизацией, как бы, уже исполняющий обязанности сказал, как бы, пора уже заканчивать, потому что надо посмотреть теми силами, которые у нас остались, оказывать действительно ту медицинскую помощь, которых наше население нуждается. Вопрос кадров. Ну и, конечно, в первую очередь мы говорим о том, что проблема – это кадров. И если более-менее вот с докторами, с врачами вопрос находится вот уже в стадии, как бы, решения, единственная проблема – это, конечно, узкие специалисты в удаленных районах, да, там приходится работать выездным бригадам, там вот такие, как бы, летучие бригады. Ну и десанты, 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 вахты, да. Минздрав этим занимается, как раз. В принципе, да, уже вот та информационная составляющая со стороны соответствующего министерства, она проведена, уже люди ориентируются, когда будут выезжать, с какими вопросами можно обратиться. Какие специалисты приедут, да. Какие специалисты, уже вот эти вот все вопросы уже более-менее входят в определенную кону. Потому что информированное население – это прежде всего очень, ну, прежде всего влияет на реализацию их права. И вот та большая работа по информатизации, по информированию нашего населения, она, в принципе, заслуживает положительной оценки. Но все-таки и население, вот наши граждане, проживающие в районах, и главные врачи центральных больниц, они высказывают очень серьезную озабоченность по кадровому обеспечению среднемедицинским персоналам. Потому что работают у нас медицинские сестры пенсионного и предпенсионного возраста. И очень сложно найти им замену. И вот если будет так вот, как бы, ну, массовая, ну, мы, естественно, как они говорят, мы вот нашу Марью Ивановну никуда не отпустим. Так они там практически работают и на пенсии. А куда им деваться? Никуда не отпустим, поэтому нам с ней очень хорошо, он к нам очень хорошо относится. Но все равно время идет. Время идет, и в жизни человека, конечно, как и врачи. Да, люди и стареют, и устают, и прочее. Поэтому вот этот вопрос тоже, он нуждается в определенном решении. И такая ситуация тоже складывается даже в городах, где есть среднеспециальные медицинские учебные заведения. Там Советск, Ржун. Ну, вот эти вопросы я, как бы, уже ставил, посещая Амутнинский район. Там и от населения, и от врачебного персонала было высказано, как бы, предложение о том, чтобы все-таки восстановить какой-то филиал нашего медицинского колледжа. Колледж Крымский, да. Но вот мы направили это в Министерство здравоохранения. Ну, пока получили ответ, что, в принципе, целесообразности нет. Но я думаю, что мы все равно еще будем встречаться. Этот вопрос будем обговаривать и с Дмитрием Александровичем, и... Кордюмов вы имеете в этом. Да, и с министром нашего... Заведения-то это работают, они ежегодно выпускают. Да, та же ситуация, что они выпускают, но это не факт, что выпускник поедет из того же Лжума куда-то в деревню. Да, количество выпускников, если бы их распределить на всю область, они бы закрывали вакансии. Хватило бы, да. То есть, систему распределения, как раньше, может быть, вернуть. Да, необходимо создавать именно привлекательность в дальних районах, чтобы человек, кроме работы, мог еще реализовать свои... Ну, хотя бы, чтобы ему жить было нормально. Чтобы можно было жить, чтобы можно было отдохнуть, чтобы можно было как-то реализовать. Тем более, если мы говорим о молодежи, о молодом нашем поколении. Выпускники, они молодые люди. Да, конечно, чтобы можно было провести... Но мы знаем, что региональные власти, они, собственно, серьезно думают в этом направлении, каким образом сделать привлекательную поездку в дальних районах. Я об этом и говорю, что конструктив у нас определенный есть. Я думаю, что мы этот вопрос тоже решим. Они на некомпетентное поведение врачей жалуются? Когда человек недоволен. На грубость у нас было серьезное... Вот в 2015 году было очень... Ну, немного жалоб, определенное количество жалоб было именно на грубость и неэтичное поведение со стороны медицинского персонала. В прошедшем, в 2016 году, они очень резко сократились. Я думаю, что свою воспитательную роль играет и Министерство, и здравоохранение, и в том числе средства массовой информации. Я думаю, что и руководство больниц тоже... И руководство, я к этому отношу. Поэтому здесь будем надеяться... Руководство больниц, я думаю, заинтересовано в том. Безусловно. Не было... Бывают случаи, но это уже исключение. Это уже исключение. Это тоже можно дать положительную оценку. Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Собственно, всю информацию об уполномоченном можно легко найти в интернете. Если у вас есть какие-то предложения, вопросы, можете, безусловно, обращаться. На то он и уполномоченный. Спасибо большое. Завершаем на этом первую половину мужского понедельника. Не прощаемся с Николаем. Вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова